Сегодняшняя встреча в правительстве носит исключительно позитивный характер. Этих людей главе Хакасии критиковать не за что. В зале 35 лучших предпринимателей, те, кого отметили на всероссийском конкурсе 100 лучших товаров России. Сегодня продукцию Хакасии знают не только в России, но и за ее пределами. Один из примеров, когда наша делегация участвовала в международной выставке в китайском Харбине, то в одном из супермаркетов наши коллеги увидели кондирскую продукцию нашего черногорского производителя. Это очень приятно. В числе бизнесменов, победивших кризис, представители всех сфер. Сразу несколько дипломов получают строители. В их числе компания СИП-стройтрейд за действительно доступное жилье. Это бюджетное жилье, то есть недорогое, на что мы ориентировались. 15 тысяч рублей за квадратный метр реально заехать и жить. Увидеть, как работают полезные европейские идеи на Хакасской земле, сегодня можно уже и в реальности. Например, вот этот дом построен по немецкой технологии. Его возвели всего за один день. На месте дом собрали как конструктор. Все детали, вплоть до шурупов, изготовили на заводе в Абакане. У нас пока не доделано, у нас будет вот здесь две спальни. Вот здесь спальня, вот и здесь. Мы просто счастливы жить в этом доме. Приспосабливаться предпринимателям приходится не только под жесткие законы экономики. Сегодня ни в одном городе архитекторы не позволят строить здание, как получится. Тем более, если проект стратегический. Такой, как РТПЦ. Это здание для ведомства, которое отвечает за передачу телевизионного и радиосигналов Хакасии. Над его дизайном работали лучшие специалисты граждан проекта. С учетом сегодняшнего стремительного развития телевидения, конечно, потребность времени была. Но, с другой стороны, мы еще решали вопрос, чтобы это все-таки было здание такое красивое, чтобы оно вообще украшало город. Все от этнических сувениров до классики хакасского платья, без преувеличения достижения аршановских умельцев. Ефросинья Сагалакова занимается изготовлением всего, чего только можно из войлока, по древним технологиям. За это сегодня получила благодарность властей. Предпринимательница еще и мини-туристическое агентство в одном лице. В родную деревню зазывает гостей со всего мира. Приезжают с Лос-Анджелеса, с Германии, с Франции, с Норвегии, ну и с НГ наши. Ну и нынче китайцы уже просятся приезжать. Их интересуют наши обряды, обычаи, кухни национальные. В успехе людей с такими креативными идеями власти сегодня заинтересованы, как никогда от бизнеса напрямую зависит жизнь республики. У нас есть программа государственной поддержки развития малого и среднего предпринимательства, в рамках которых есть и грантовая поддержка, и субсидии. В этом году мы предусмотрели 48 миллионов и планируем 76 еще привлечь. Елена Крылова, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Продолжение следует...